всем привет с вами поездец игра красаут и новое обновление 0.9 110 обнова которую мы ждали но придется по ходу дела еще подождать вот уже видим красную надпись обратите внимание на то что переход на новую систему ежедневных заданий произойдет 27 августа они оставляют нам возможность до 26 завершить все рейды господи рейды сезона которые мы еще не успели завершить выформить 14-часовой контейнер ну и двухчасовые понятное дело их потом выпилят из игры и на их можно будет уже только там либо покупать а по-моему только можно будет покупать за значки возможность получения получать контейнер бесплатно за просто там нахождение в игре у нас убирают эти ящики последние может даже его сейчас получу продавать сразу не стану посмотрю на то сколько он будет стоить а значит что нас ждет после 27 задания выдаются единоразовые обновляются ежедневно про прогресс завершения невыполненных заданий не переносятся на следующий день игрок волен выбирать в каком порядке какие задания ему выполнять каждое задание можно выполнить только один раз в течение дня за выполнение ежедневных заданий групп получает определенное количество низового лома вошли в игру получили 40 победили 5 пвп боях получили еще 75 зашли далее в рейда еще три повые боя откатали в рейдах победили получили еще 75 лома далее одержали 5 побед в любом режиме с оружием заданного типа но опять привязывают каким-то там это еще 75 единиц металлолома сделали одну операцию на рынке еще плюс 25 и автоматом получаем последние 75 единиц металлолома итого 365 лома но уже больше на 165 чем было ранее ранее нам давали 200 лома но мы могли в принципе за полчаса где-то выполнять ежедневку не напрягаясь на все это я так понимаю времени придется потратить намного больше далее еженедельные задания но это собственно наши сезоны то как и переработать во первых до 26 нам дают время чтобы завершить текущие сезона и уже 27 августа будет переход на новую систему нам будут давать значки список соответственно вот он еженедельных заданий ну-ка чего нас тут 25 еженедельных заданий награда контейнер старателя задания доступность первого уровня механики так 8 побед в месяц металлолома в качестве награды награда 100 значков ну короче сами почитайте я так особо вчитываться не буду я поговорю сразу про значки значки можно поменять на ресурс но смотрите так давайте калькулятор сразу я так по памяти цены ну грубо говоря металлолом у нас стоит 5 монет за сотку 300 значков соответственно мы получаем 500 единиц лома то есть у нас 25 монет за 300 значков так и чем поделить на 300 получается стоимость 00 вот нет так нет не будет удобно но суть не в этом хорошо медь 200 единиц медиа за 300 значков нам дает но медь стоит насколько я помню три там я не знаю там с половиной монеты за 100 единиц медиа и это у нас 300 значков опять таки ну и что мы там 7 монет получаем выгоднее ногу он поменять но это в данных текущих реалиях я не знаю может цены конечно на рынке поменяется 200 единиц пластика за 500 значков внимание пластик за 500 значков пластик у нас там 30 30 монет с копейки стоит мы возьмем даже 30 нам дают 250 то есть помножаем на два с половиной 75 монет за 500 значков так поделить на 5 это получается 15 монет за каждую сотню это уже выгоднее чем металла далее 200 единиц электроники за 800 значков электроника я честно говоря там по моему пять монет за десяток то есть 50 монет за сотню 100 монет за 800 значков получается что-то около того но цены с потолка я честно не смотрю не смотрел в на рынок ну даже если сотка за 800 то мы делим на 8 получаем сколько за 12 половиной за 100 значков и это выходит что пластик выгоднее пластик там пятнашка было так 200 единиц аккумулятора за 800 значков аккумулятора у нас там какую-то муку вообще стоит они на хрен никому не упали ящик следопыта за 3000 значков ну он стоит у нас 300 там наверно 50 может 70 монет ну давайте поделим на 30 это у нас сотка стоит 11 получается нам пока если пластик не упадет не просядет на выгоднее на пластик пока что менять короче таблицу всего этого дела я введу в торгаш еще до выхода 1 27 ну 27 когда нас переведут на новый режим поэтому ждите подписывайтесь на группу вконтакте соответственно в ней в первую очередь объявляя выходе новых версий даже были выхода новых версий торгаша которые не были записаны роликом на ю тубе ну потому что они такие были там собственно записывать ничего было скажем так 1 не такая большая но тем не менее значим и соответственно 5 секунд о чем-то говорить не имело смысла записывать ролик поэтому в контакте объявила те уже потом в общем ссылки все будут под этим видео в описании так список еженедельных заданий я уже зачитывать не буду внимание задания на победу в легких средних рейдах невозможно выполнить в рейдах более высокой сложности зачем так сделали мне непонятно так ресурсы ну об этом уже много что говорили 500 лома 400 проводов и 200 аккумуляторов можно теперь заработать каждый день вроде как побольше но на самом деле удобно потому что в к вышках мы металлом буквально за два дня за два кавы откатывали весь и далее уже можно было фармить спокойно пвп провода и аккумуляторы сцепление с колесами переработали что-то там опнули что-то повысили и добавили новый набор набор там называется бессонница примерно 800 монет без учета баллончика и уникальной наклейки примерно где-то 800 549 рублей сейчас посмотрим а вот же открытый о бессонница 650 монет всякая там фигня три вектора и верно и и же скачет ну плюс наклейки и краска 549 рублей ну примерно 800 вы монет с него получите плюс еще на клеечку там удачно можно продать пока вот он только-только свежий наборчик а вот так и до стальная колыбель доработаны изменены места появления рейдеров на картах так оборона рубежа изменена механика подсчета начисляемых деталей за уничтожение рейдеров теперь детали делится между всеми игроками которые принимали участие уничтожение рейдера соответственно нанесенным им урона много на чтобы они фраги нормально засчитывали корректно на остальное неважно при уничтожении рейдера защитной турелью детали делятся по ровно между всеми участниками рейд хорошо миссия добавлены новые чертежи рейдеру для показателей у м с 6 до 10 тысяч плановые бои в режиме больше не действует исключение игрока за из боя за неактивность далее конструкционные детали добавили огнепоклонникам трубы зубец может не трезубец хотели написать ну вот так две детали дается на третьем уровне 1 на 8 и 1 на 12 оружие кстати нерв комбайна я зараза так и не нашел мы все ждали что комбай на понерфит но комбайнеры имею ввиду и вот так и не понерфили не знаю хорошо или плохо но погнали короче оружие исправлена ошибка у фортуны при которой колеса мимо укладчика могли пролетать сквозь гусеницы бронемобиле противника честно говоря два дня катая на фортунах я пока не знаю может не обращал внимание но я такого не увидел теперь снаряды не взрываются машины союзник а вот это вот очень так дельно то есть от союзников теперь колеса также будут отличать отлетать как от других поверхностей это прикольно ну как не кажется миникан женец который раньше называли днец а теперь заменили уникальную особенность оружия теперь она не перегревается во время стрельбы урон увеличили на 9 процентов время раскрутки ствола перед стрельбой увеличили на 0 5 секунд а время остановки раскрутки ствола снизили на одну секунду у мучителя усилитель оружия не нагревает контактное оружие и не увеличивает наносимый по нему урон ланселотом порезали урон на пять процентов огнемет у горыныч повысили прочность на 10 процентов с 283 до 310 и на этом парушки собственно и все убрали у рынка задержку теперь покупка любых товаров на рынке осуществляется без задержки на проверку но это вот хорошо потому что иногда бесило там некоторые вещи которых мало на рынке они считаются типа там редкими ты выставляешь и 30 минут соответственно ждешь пока он поступит только там на рынок на проверке полчаса находится по интерфейсу я уж там далее вчитываться не буду мне это не особо интересно разное тут такое себе тоже доработали модель колеса bigfoot в очередной сто двадцать пятый раз модели кабин или грим и кван доработали и там бла-бла-бла так анимацию это поправили еще что-то там в общем такое себе работа над ошибками тоже можете сами почитать честно говоря мне это уже не особо интересно в общем ждали 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 а теперь нам надо еще недельку подождать потому что все будет через неделю новые режимы новые новые все все всем спасибо за просмотр в торгаш я добавлю значки и собственно то на что их лучше тратить скажем так ценность значка при обмене на тот или иной ресурс будет сделано в виде таблицы поэтому торгаш я объявлю вконтакте в первую очередь ну и попробую снять видос если успею выложу на youtube кто не подписан на группу подписывайтесь на группу кто не подписан на канал соответственно подписывайтесь на канал ставим лайки подписываемся комментируем а я на этом прощаюсь всем до скорого всем до встречи всем удачи пока пока а